Наши родственники являются нашей судьбой. Есть разные виды судьбы. Есть очень нежная судьба, такая глубокая, чистая, светлая, связанная с родственниками. Она воплощается через детей. Там тоже есть страдания, муки, разочарования тоже есть. Но чувство очень светлое. Глубокое, чистое такое, связанное с детьми. Но у детей с родителями такого чувства нет. Видите, мы не можем оценить. Вот как нас родители любят, мы оценить не можем. Это невозможно. Но мы их тоже любим по-своему. У нас тоже есть любовь к ним, но она не такая, как у любого родителей. Она такая, как сожаление, как что-то недоделанное, как вот обязанности от, ну, как бы, ну, если взрослые родители уже. А когда они, дети маленькие, от них любовь – это просто зависимость. Они не могут жить без людей. То есть не могут без них существовать. Тоже любовь. Но родители чище любовь. Потому что они светлое, светлое очень чувство по отношению к детям. Чистое, светлое чувство. Есть чувство жажды. Любовь – чувство жажды. Это другие отношения. Отношения мужа с жены. Там жажда включается. Такое сильное желание очень. В этом сильном желании очень много страстей. Это злоба, может быть, или доброта, наоборот. То есть много разных перемешанных чувств. Любовь к родителям – это боль, несправедливость или, наоборот, сильное уважение, спасибо, благодарность им. Любовь благодарности к родителям. Разные виды судьбы. Они выражаются из разных событий, которые происходят с нами. Из тех событий, когда мы очень по-доброму что-то делаем людям, по-доброму очень заботимся о них, рождается судьба хороших отношений с детьми. Вот если мы любим всех, заботимся обо всех, вот очень нежно, ласково вот так себя ведем с людьми, будет хорошее отношение с детьми. Будут хорошие дети. Если человек украшает свои страсти, то есть он, как бы, контролирует свои половые чувства, он хочет выполнять свой долг перед людьми, не понежно, а просто, как бы, в трудные минуты, в трудные минуты выполняет свои обязанности, сдерживает свои желания, не позволяет себе лишнего, ведет такую серьезную, суровую жизнь, есть по-женски это или по-мужски. По-женски означает целомудренная жизнь, контролирует себя во всем, в отношениях с людьми, не наглеть, не быть бестыжей, чисто себя вести, правильно в отношениях с людьми, сдерживать себя во всем, для женщины означает хороший муж. Для мужчины твердый характер, спокойный характер, ответственный, самоконтроль, опять же, не позволяет себе развратом заниматься, не позволяет себе придавать свои чувства дозвольного, недозвольного. Вести себя благородно в жизни означает хорошая жизнь. Видите, это отношение страстей. Когда ты страсти укротил, что получил? Хорошего, близкого человека. Не укротил, значит, не получил. Теперь, если ты испытываешь очень сильное уважение к людям, у тебя есть такая благодарность сильная ко всем, ты испытываешь вот это вот, любишь быть, благодарность, уважать людей. Какой результат? Хорошая родина. Тая судьба, она рождается из этого поведения. Есть разные зоны поведения.